итак всем привет снова мы на канале по диким тропам сегодня будем готовить утку в печи с картошкой и грибами что нам для этого понадобится но к сожалению дикие утки у нас не получилось добыть хотя охота уже открылась поэтому купили фермерскую утку немножко в лесу набрали грибов разных там один красный там лисичек немножко соответственно картошек 1 морковка 1 луковица 2 яблока и теперь нам нужен котел естественно вокруг все благоприятствует даже собаке нравится эта история здесь и коровы и колодцы и кто-то занимается работой а мы займемся уткой начнем чего утку тщательно промываем промываем и закладываю в чугунок который мы тоже сейчас моем до зеркального блеска как я говорил что делать все приходится одной рукой поэтому будем все делать поэтапно так моем чугунок закладываем утку утка фермерская крупноватая вот но все равно мы закладываем ее целиком целиком закладываем и внутрь нее мы положим два небольших яблочко вырезаем косточки и заправляем к сожалению комары еще здесь никуда не делись поэтому они нам несколько мешают но в целом ситуация благоприятная так отправляем нашу утку яблоками это даст нам небольшую кислинку когда она приготовится само мясо то есть картошка грибы в этом участвовать не будут а кислинка будет немного в мясе что нам и необходимо самая ценная вещь в этой деле в этом деле чугунок который станет в печь следующим этапом мы добавляем картошку режем и довольно крупными кусками потому что печи это все протомиться и лечить здесь нельзя вот наших 5 картошин они как раз здесь и вокруг нее разлягутся причем разлягутся как-то собака которая здесь лежит траве и отдыхает итак продолжаем с картошкой все картошка готова вот примерно так это все получилось так дальше морковка режем ее также крупно что у нас осталось у нас остался лук лук и грибы лук мы пока пропустим его нужно будет нарезать мелко поэтому мы будем резать его в доме а сейчас мы также пошинкуем грибы тоже достаточно крупными кусками пошли лисички лесу раздавались в это время звуки работы лесорубов то есть кто-то готовит еду кто-то заготавливает лес жизнь продолжается вот красненький пошел вот товарищ который создает дополнительный звук но это нам совершенно не мешает поэтому мы продолжаем свою историю итак почти все затихло корова продолжает пастись собака продолжает лежать у нас практически полный чугунок кутки с картошкой и грибами теперь у нас осталось что лук добавить перец лавровый лист и залить водой но это же будем делать доме что мы делаем доме то есть у нас видите котел практически готов мы сейчас мелко-мелко порежем лук и для наварности добавим несколько стручков спаржевой фасоли она ведь какого красивого фиолетового цвета но при варке она позеленеет и превратится в обычную стручковую фасоль и так из основных ингредиентов у нас в общем то все осталось добавить лавровый лист перец черный и соль по вкусу но солью здесь стрёмно должны понимать что если это будет стоять в горячей печи то соли нужно сыпать меньше потому что продукт выкипит если она будет томиться долго то соли нужно сыпать как обычно ну как вы обычно сыпите вот она не выкипит как бы и даст блюду нормальный вкус вот то есть добавляем эти ингредиенты и заливаем водой но пока она у нас стоит мы сейчас будем затапливать печь заливаем все водой наши утка с морковкой с грибами будет стоять 8 часов печки поэтому воды мы доливаем вот видите чуть больше половины почему она будет стоять у нас не в горячей печи а уже в тлеющей будет томиться все готовим печь итак печь у нас разгорелась большему с ней делать пока ничего не будем теперь добавим в наш котел лавровый лист перец и соль дрова березы хорошо горят будет нормальный жар я думаю что наша утка будет очень и очень личная и так перец горошком буквально пол строчка красного жгучего перца и соль значит я люблю не очень соленая но он этот котел кладем одну целую ложку с горкой и вторую половинку все все то есть мы положили лавровый лист перец черный перец кусочек красного и соль все теперь накрываем и ждем пока будет готова печь все нашу конструкцию накрываем сковородой который здесь также является крышкой вот такая получилась конструкция проверяем нашу печь с печью тоже все хорошо видите раз пошел закрываем заслонку прикрываем точнее и ждем пока печка прогорит а в это время солнце медленно клонится к закату но в природе пока ничего не происходит корова также пасется видим наши дрова прогорели вот остались красные угли жар самый жар и все теперь туда мы ставим наш котел котел на месте с помощью нехитрого приспособления сейчас немножко все обложим его землями и оставляем в таком режиме его до утра это пройдет восемь девять часов там он будет у нас томится ну вот как-то так у нас получилось но его обрыли углями и закрываем заслоночку вот прошли восемь часов и вот такая красота у нас получилось наши утка с картошечкой с морковочкой с грибами просто замечательно готовьте в русской печи подписывайтесь на мой канал впереди вас ждет еще много всего интересного всем удачи